девчонки всем привет что-то давно не выходило видео на моем канале как я делаю маникюр на клиенте и сегодня решила вам показать вот такие сложные ручки у моей клиентки кутикула у нее прилипшая тоненькая но в то же время очень очень сухая работать с ней непросто но это клиентка у меня постоянная поэтому я с легкостью справляюсь с этой задачей сейчас я вам покажу как я это делаю будем работать вот таким тупым пламенем и так для начала самое важное в этой кутикуле это конечно же создать карман и отодвинуть ее в этом случае мы даже не отодвигаем кутикулу а я бы сказала отделяем кутикулу от ногтя видите я отодвигаю и потом еще прохожусь обязательно апельсиновой палочкой не пушером потому что пушер толще апельсиновая палочка она во-первых одноразовая во вторых она более остренькая ее можно подточить и так создали мы карманчики и теперь на 30 тысячах оборотах я работаю фрезой сначала мы обрабатываем боковые валики точнее один боковой валик я работаю конверным методом то есть сначала я полностью обрабатываю правые валики на всех пяти пальчиках потом непосредственно перехожу к к кутикуле и к синусам далее я переворачиваю ручку клиента вот таким образом и начинаю работать с этим же боковым валиком дорабатываю его и двигаюсь от синуса к середине работаю я без переключения реверса в момент маникюра нажима на фрезу у меня нет совсем потому что кутикула это очень ранимая когда кутикула сухая роговеших частичек много фрезу держу под углом 45 градусов по отношению ногтю то есть фреза одной своей частью зачищает птериги с ногтя а другой своей частью она приподнимает кутикулу вот такого в принципе достаточно можно еще доработать некоторые моменты но этого хватит все оставшиеся частички все что у нас осталось мы уберем потом при шлифовке после среза и так выполняем ровный срез ножничками данной кутикуле не нужно стараться отрезать слишком много потому что она очень ранимая с ней нужно работать очень осторожно аккуратно вы наверное встречали кто работающий мастер что таких клиентов очень много еще всегда заусенцев на ногтях и так мы выполнили срез и теперь под той же технологии мы зачищаем только сейчас мы не только проходимся под кутикулы но и сверху нее не сразу это делаем а то есть прошлись немного прошли сверху прошлись под кутикулой опять по этому же месту прошли сверху и так далее таким образом мы с вами обрабатываем потом все 10 пальчиков и еще у вас всегда после каждого пальчика должен быть контроль качества то есть вы смахиваете пыль и смотрите как у вас все получилось вот на обезжиренной ноготке видно что маникюрчик чистенький так делаем все 10 ногтей сделали мы маникюр на всех пальчиках протираем их обезжириваем хорошенько обезжириваем под кутикулы и еще ноготь конечно же наносим на одну третью часть праймер и даем ему высохнуть на воздухе 30 секунд на нашу базу тоненьким слоем запечатываю торец беру небольшую каплю и распределяю ее распределяю очень быстро база жидковатая я ее выравниваю переворачиваю пальчик буквально пару движений и все у меня идеальное выравнивание сушим в лампе и так выполнили мы выравниваем на всех ноготках будем работать сегодня вот таким цветом тнл из коллекции summer party номер 01 очень красивый приятный бежевый цвет достаточно плотный что я почерпнула себя при работе с этими лаками несмотря на их небольшую стоимость они хорошо самовыравниваются хорошо ложатся и еще у них очень прикольный запах жвачки как я наношу гель лак сначала я прокрашиваю всю центральную часть а потом уже кисточкой ставлю ее на бок расплюсываю и провожу под кутикулу обязательно разравниваю гель лак прохожусь по всему ногтю на самом деле цвет у него очень приятный бежевый такой телесный подойдет ко всему нюдовый цвет цвета вообще очень актуально осенью для тех кто не любит темный оттенок просушили ноготочек и вторым слоем уже покрываем окончательно под кутикулу подмазываем тоненькой кисточкой если вдруг где-то какие-то у нас недочётики есть в общем доводим до идеала наше покрытие выполнили мы выравнивание покрасили ногти покрыли их матовым топом и сейчас будем на безымянном пальчике делать дизайн мы с клиенткой очень долго думали что же подойдет к такому нежному цвету и решили сделать с ней мрамор на ногтях но мрамор у нас будет не совсем обычный не только черно-белый но мы в него добавим еще нежно-розовый бежевый и хлопья юки и так покрываем белым цветом наш ноготочек отправляем сушим в лампу покрываем вторым слоем вторым слоем я уже делаю второй слой чуть потолще беру капельку и подталкиваю ее к кутикуле если вы прокрашиваете толстой кисточкой то при отрастании я заметила такую тенденцию что более ровный край если вы тонкой кисточкой прорабатываете под кутикулы то не так ровно покрытие отрастает и так вот подправляем недочетики с белым цветом вообще очень тяжело работать но под текстуры я считаю что белые это просто идеальная подложка просушиваем в лампе на палитру я капнула бежевый наш основной цвет 01 и вот такой нежно-розовый номер 06 все ссылочки в описании оставлю под видео заказывал я их на сайте им косметик и так и каждый цвет мы с вами разбавляем стопом для начала берем топ без липкого слоя и тонким тонким слоем покрываем чтобы первые разводы у нас получились максимально нежными и аккуратными и бежевым цветом разведенным тоже стопом мы трясущейся рукой просто хаотично разводим линии и рядышком мы тоже самое делаем розовым цветом может быть на видео не совсем видно но розовый цвет придает такую нежность маникюра особенную вот здесь мне не нравится немножко темновато получилось поэтому я еще добавляю розового и видите я как бы вдавливаю кисточку я растираю этот пигмент от гель-лака поэтому получается очень интересный эффект и так теперь работаем только черным гель-лаком смешанным стопом сначала я его смешиваю что он вообще прям почти полупрозрачный добавляя разводы теперь в эту же каплю я добавляю еще чуть-чуть черного еще затемняю но уже не выхожу так сильно за рамки видите я не по всем линиям прохожусь а только чуть-чуть добавляю тонких линий и теперь беру чистый черный гель-лак и уже прорисовываю линии как раз те очертания те вкрапления яркие которые должны быть в каждом маникюре чтобы он не выглядел блекло весь эффект достигается как раз таки вот этой многослойностью и цветами берем вот такой вот такие берем вот такую прекрасную маленькую баночку но хлопьев там очень очень много хватит мне их очень надолго они могут спокойно заменить отпечатывание фольги и не нужно будет с этим возиться просто открыть баночку достать нужного размера хлопья и приложить их и так для чего же я добавляю вкрапления ну во первых блеск на текстурах всегда выглядит хорошо а потом кто-нибудь видел космический камень в разрезе там всегда есть какие-то очень интересные блестки непонятные нам откуда они там взялись и в этот маникюр я тоже решила добавить вот таких вот ограненных блестяшек так скажем вот думаю достаточно просушиваем в лампе и этот ноготочек мы перекрываем глянцевым топом напомню что предыдущие ногти я покрыла матовым топом то есть этот ноготь у нас как бы выделяется но в то же время маникюр получился очень нежным очень аккуратным вот такая ручка маленькая аккуратненькая и маникюр тоже весь аккуратный девчонки если у вас будут какие-то вопросы спрашивайте задавайте еще перед фото я всегда делаю вот так потому что когда мы работаем с кутикулы мы ее как бы приподнимаем а сейчас мы ее просто возвращаем на место ставьте лайки подписывайтесь на мой канал с вами была Таня Бестнейл работали мы сегодня на материалах от ТНЛ и были у нас еще хлопиюки ссылочки оставлю в описании обязательно подписывайтесь на мой инстаграм всем пока